Приветствую всех на канале Есть-Поесть и делюсь рецептом очень вкусных пышных булочек с начинкой. Это что-то наподобие пирожков. Начинка может быть абсолютно любой. Сегодня у меня не сладкая. Это грудинка, грибы и сыр. Такую сытную выпечку можно взять с собой в качестве обеда или съесть на завтрак. Также их можно заморозить впрок. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, свежие дрожжи раскрошила в миску и добавляю несколько столовых ложек муки от общего количества, а также столовую ложку сахара. Наливаю теплую воду и хорошенько размешиваю до исчезновения комочков. Затем накрою и оставлю в теплом месте минут на 20. Подошедшие дрожжи добавляю в белок, желток пойдет на смазывание, и растопленное сливочное масло, а также теплое молоко. Все хорошенько размешиваю. Затем добавляю в несколько этапов муку и замешиваю тесто. Сначала венчиком, насколько это возможно, а затем руками. Тщательно вымешиваю. Затем миску смазываю растительным маслом и помещаю туда готовое тесто, которое также обмазываю маслом со всех сторон. Накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. Тем временем сделаю начинку, для которой я беру такую копченую грудинку. Вместо нее можно взять ветчину или любое копченое мясо. Срезаю шкурку и нарезаю небольшими кубиками. Беру грибы, обжаренные с луком. Добавляю резанное мясо и тертый на крупной терке сыр. Размешиваю. Соль и специи добавляйте по вкусу. Готовое тесто выкладываю на подпыленный мукой стол и немножко его обминаю. Затем делю на желаемое количество частей и каждую часть слегка округляю. Каждый шарик слегка вытягиваю и раскатываю в продолговатую лепешку. При необходимости пользуйтесь мукой для подпыления стола и самого теста. Только в небольших количествах. Выкладываю начинку на тесто вдоль. Количество начинки на ваше усмотрение. Можете использовать и побольше. Хорошенько защипываю. Получается такая трубочка. Переворачиваю швом вниз и еще слегка растягиваю. Сворачиваю улиткой неплотно. А оставшийся хвостик подгибаю под улитку. Таким же образом делаю остальные заготовки. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее интересной и вкусной дрожжевой выпечки. Вы найдете видео с приготовлением пирогов, пирожков, булочек и не только. Итак, заготовки выкладываю на застеленный противень и накрываю пленкой. Таким образом даю постоять еще минут 20. Затем пленку убираю и в принципе улитки уже можно выпекать. Но я обычно делаю еще следующее. Беру ножницы и прямо кончиками, глубоко не прорезая. Делаю такие надрезы. Затем смазываю желтком, размешанным с двумя столовыми ложками молока. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю минут 25. А вы ориентируйтесь по своей духовке. При желании булочки сверху можно посыпать кунжутом или маком. Ну вот, посмотрите, какая получается красота. Можно дать остыть, а можно подавать с пылу с жару. Улитки получаются очень нежными и мягкими. Пушистые, пористые и как будто сдобные, несмотря на то, что тесто практически не содержит сдобы. А аромат просто великолепен. Поэтому, конечно, лучше использовать подкопченное мясо. Такие булочки с легкостью заменят пиццу, но ничем не хуже. Друзья, не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Это очень поможет в продвижении канала. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.